Привет, друзья! Сегодня мы в гостях у ботаника, который тоже делает бизнес. Федор Овчинников строит свою корпорацию на пицце. Додо Пицца вот уже 7 лет развивается в России, и за этим наблюдают сотни, тысячи его подписчиков. Сегодня мы с ним поговорим о жизни и о том, что произошло 4 месяца назад, почему у него сложились проблемы с правоохранительными органами. Будет интересно. Погнали! Додо Пицца Итак, друзья, Федор Овчинников у нас в гостях, точнее мы у него. Федор, привет! Спасибо, что принял нас. Привет, Сергей. Расскажи о результатах Додо Пиццы за прошлый год. Доволен ли ты ими? Какие цифры? Смотри, конечно, я постоянно чем-то недоволен. На самом деле мы те планы, которые мы ставили перед собой, мы их не выполнили, но они были достаточно большие. Но в целом мы сохраняем скорость роста, которая у нас была. Это рост бизнеса более чем в 2,5 раза каждый год. Выручка всей сети у нас составила чуть больше 6 миллиардов. 6 миллиардов рублей. 6 миллиардов рублей. Сеть на конец года была порядка 300 пиццерий. Управляющая компания вместе с розничной компанией чуть больше полмиллиарда выручки получила. А прибыль? Как у вас с прибылью дела? Смотри, управляющая компания на данный момент остается убыточной. Мы планируем, что в 2018 году в середине года летом она выйдет в плюс. Это было сознательное решение, что нам нужно наращивать расходы, и мы понимали, что мы будем убыточными. Вообще наша компания фактически 7 лет убыточная, и это непростая, скажем, нужно достаточно много терпения и веры в будущее. На самом деле есть ситуации, когда прибыльность вредит для бизнеса. То есть ты всегда выбираешь, тебе нужно быстрее развиваться, тебе нужно инвестировать в продукт, в компанию, в рост компании на рынке, или тебе нужно сейчас в данный момент стать прибыльным. И есть ситуации, когда компания выбирает прибыльность, и это является для компании фактически смертью, то есть они перестают развиваться. Соответственно, вы каждый год привлекаете новые инвестиции, если вы убыточные? Не каждый год. Мы, во-первых, инвестируем всю прибыль, которую мы получаем, и у нас было достаточно много инвестиционных раундов. Последний раунд прошел осенью 2017 года, мы закрыли, привлекли 7,5 миллионов долларов. Я думаю, что это, в принципе, те деньги, которые нам позволят сейчас выйти в плюс и дальше развиваться на собственную прибыль. Что они получают? Вот они отдали 7,5 миллионов. Во что они верят, что если нет прибыли, капитализация вырастет, и когда-то они закроются в эксах? В инвестициях все просто, как в любом бизнесе. Когда инвестор входит в бизнес, он хочет вернуть свои деньги с прибылью. И он смотрит на некий план, он смотрит на идею, он смотрит на команду, он оценивает вероятность того, что некий план будет осуществлен, бизнес вырастет, и он получит прибыль. Его инвестиция увеличится, он заработает минимум 5 раз. Когда ты первую пиццерию открывал, страшно, наверное, было. Вспомню, как это было. Слушай, я думаю, что я тоже много раз говорю, что предприниматели – это такие люди, у которых генетически от природы притуплено чувство риска. Это такие идиоты, которые, значит, где-то недооценивают риски, это их толкает на какие-то действия, которые большинство людей просто не решается сделать. Да. А какие, вот ты говоришь, идиотские поступки, какой был самый идиотский вообще в твоей жизни? Если идиотский поступок, наверное, для 99% людей, которым я с самого начала это рассказывал, это было открытие пиццерии в США. То есть сначала это казалось полным безумием, но все получилось. Как там получается конкурировать с другими компаниями в Штатах? Пиццерия вполне конкурирует. То есть первая пиццерия – это город Оксфорд, это 30 тысяч жителей, штат Миссисипи. И в 30-тысячном городе работает сегодня 168 ресторанов. И эта страна… Прожорливые ребята, да? Это страна, где огромное количество денег тратится на еду. Во-первых, американцы в принципе много едят. Во-вторых, у них много денег. И в-третьих, они едят много вне дома. Это создает огромный рынок, и все эти 168 ресторанов между собой конкурируют. И при этом пиццерия вполне может выживать. Смотри, у Домино… Доминос, правильно, да? Доминос пицца. Ну, в России можно сказать Домино, конечно. Да. Ну вот, Доминос пицца, у нее, как там, доставим пиццу за 30 минут или бесплатно? У вас за 60 минут или бесплатно? Это какой-то плагиат, вы у них взяли? И как вообще можно конкурировать, когда у вас два раза, два раза медленнее? Да, смотри, весь бизнес – это в какой-то степени плагиат. То есть, ты знаешь фразу известнейшего Джобса, да, что великие художники копируют, гениальные воруют. Собственно, бизнес – это постоянное копирование. Что в бизнесе, ты когда начинаешь, открываешь бизнес, твоя задача не сделать что-то уникальное, твоя задача – выжить. Поэтому нужно взять, нужно хакнуть рынок, нужно взять работающую модель, а потом ее улучшать. И уже набравшись компетенции, ты создашь какие-то инновации, что-то изобретешь. Это… То есть, ты все-таки талантливый или гениальный в этом смысле? Слушай, мы будем все копировать, все, что работает. И я не считаю вообще, что этого нужно стесняться. Так вот, что касается вот этого промиса 30-60 минут, когда мы открывали на первую пиццерию в Сыктывкаре, с первого же дня я ввел такое правило – 60 минут или пицца бесплатно? Это было мощнейшее правило, которое сжигало мосты и фактически не давало тебе возможности работать плохо, наделало клиентов контролерами качества. То есть, как я проверю, что пицца приехала за 60 минут? Я просто говорю нашим клиентам, друзья, если мы опоздали, вы забираете пиццу бесплатно, и мы стали видеть все случаи, когда мы опаздываем. На самом деле, Доминос у вас скопировали? Не, не совсем так. Смотри, в Америке Доминос отказался от этого правила… Серьезно? …в 80-е годы, потому что у них был кейс, что они сбили… Курьер, к несчастью, сбил человека, человек подал иск, и Доминос проиграл суд. Суд на огромную… ему пришлось в корпорации выплатить компенсацию, потому что у него было правило, которое мотивировало курьеров нестись слишком быстро. И мы, собственно, взяли этот промис, построили сеть, и когда Доминос стал уже в России активно развиваться, они увидели, что есть некий региональный игрок с таким промисом, и они ввели его в Россию. У них раньше не было его в России. У них было раньше просто «доставим пиццу за 30 минут». Потом появилось бесплатно, потому что у нас 60. А дело в том, что мы начинались с регионов, и в регионах 60 минут – это уже было достижение. Когда-то в будущем мы, возможно, снизим, сократим сроки, но если мы сейчас это сделаем, это для многих партнеров в регионах приведет к тому, что им придется сокращать зону доставки. Потому что самое главное, что влияет на скорость доставки – это размер зоны доставки. Чем меньше зона доставки, тем быстрее доставка. Но в каких-то регионах наши партнеры не готовы к снижению, сокращению зоны доставки, потому что это повлияет на их экономику. Так что пока вы на 30 минут не готовы? Пока нет. Но средняя скорость доставки сейчас по сети где-то 35 минут. Мы именно вот это время пишем сейчас на сайте. Это точные данные, которые взяты из нашей функциональной системы. Друзья, вы знаете, что я очень люблю Вьетнам. Не только Вьетнам, а вообще в целом путешествовать. И иногда у меня возникали мысли купить какую-то недвижимость за рубежом, вообще остаться жить. Но не знаю, пока это, наверное, не мое. Но есть очень много людей, которые переезжают в Таиланд или в другие страны. Сегодня у нас в гостях Олег Смыков. Это глава компании New Nordic Group. Это компания, которая занимается продажей недвижимости за рубежом. Он живет давно уже в Таиланде. И только сейчас он приехал в Москву, нам удалось его выловить. Короче, будет интересно. Смотрите до конца. Олег, приветствую. Добрый день, Сергей. Как вам в Москве вообще у нас? Тут холодновато? Ну, холодно, холодно. Существует еще такое понятие, как тоска по родине, там, березки всякие. Ну, рано или поздно начинается у всех. То есть это факт. Почему больше всего скучаете? Театры. Театры. В Таиланде с театрами. Плохо очень. Так, все хорошо. Знаменитый тайский театр. Все слышали про него. Вообще, как в первый раз в Таиланд попали? 1998 год. Это была поездка с компанией Nestle. Мы были в Паттайе одну неделю. То есть я понял, что вот в этом месте бы я хотел жить просто. Вот в этот момент вы выходите на балкон там или как это происходит? Когда я прилетел в Паттайе, это был чартер, прилетел в небольшой аэропорт рядом с Паттайей. То есть что это такое? Какие-то маленькие домики. Азия – это то, что ты или любишь, или нет. И тогда вы поняли это все равно? Да. Через два месяца сразу купили пять тысяч? Да. Сколько денег они тогда стоили? Они тогда стоили 128 тысяч долларов. Каждое? Или все вместе? Все пять. Все пять? Офигенно. Ну, продали через 10 лет, ну смешно, уже, понятно, по 60 тысяч долларов. Олег, вот почему азиатская недвижимость? Почему ни американская, ни европейская? Какие плюсы? Первое – это нулевой налог. То есть в стране не существует налоговая недвижимость. Второе – это постоянный, то есть круглогодичный сезон. Зима, лето, осень, без разницы. Вот, это понятный рост, не скачкообразный, да, то есть стабильность 3,7%, которые дают постоянный прирост. 3,7% – это в стоимости? В стоимости. А если сдавать, то примерно еще получаешь сколько годовых? 9,5% чисто. Я посмотрел еще на сайте, у вас написано, что вы за биткоины то ли уже продали, то ли собираетесь продавать квартиры. Ну да, это такой тренд, мы планируем, ввели, вернее, эту опцию для покупателей, ну пробуем. Пока не было продать? Было 2 продажа. Вау, круто. Олег, у меня для вас сюрприз. Я решил глубоко погрузиться в эту тему коммерческой недвижимости. Для этого позвал своего друга, он профессионал в инвестировании, он инвестирует свои деньги, да, деньги инвесторов. Глубоко анализирует все проекты и сейчас я вас познакомлю. Валера, иди к нам, Валера. Ты будешь помогать мне разбираться, что это за коммерческая недвижимость, зачем она нужна, сколько там можно денег заработать. И сейчас я придумал новую рубрику, ребят. Короче, надо будет за 5 минут доказать, что инвестиции в недвижимость за рубежом, это круто. Да, Олег? Валера задает вопросы, Олег отвечает, и мы изучаем, насколько эта тема реально интересна, насколько стоит туда заходить. Погнали? Раунд. Книга «И ботаники делают бизнес». Там, насколько я знаю, Чичваркин написал там отзыв, рецензию. Расскажи, как это было. Смотри, я расскажу, значит, как я узнал о том, что он написал отзыв. Я только-только запустил пиццерию в Сыктывкаре, и у меня были проблемы тогда с поставкой ингредиентов. Я все сделал сам, закупал ингредиенты сам, и машина, которая должна была прийти с колбасой из Москвы, она потерялась где-то в пути, и мне, я что сделал, я взял свою машину и поехал в соседний Киров. На севере расстояние большие, соседние – это 400 километров. Поехал в Киров в Кэшнкэре метро для того, чтобы там закупиться ингредиентами, пицца-соусом. И вот, значит, я еду обратно, и начинается пурга. Здесь вообще ничего не видно, темно, у меня полная машина там сзади завалена сыром, и, значит, мне поступает звонок на мобильный, я смотрю там какой-то иностранный номер, и, значит, голос там «Здравствуйте, Федор, я Женя». И, значит, это как раз Женя Чичваркин, он прочитал книжку в книге, он очень впечатлил с этой книгой, он увидел себя, я думаю, что каждый предприниматель вообще, прочитав книгу о предпринимателе, видит схожие черты, он вдохновился книгой. И вот он мне позвонил, говорит, слушай, чувак, очень хочу, чтобы ты приехал ко мне в Лондон в гости. А что думаешь по поводу ситуации с Чичваркиным, то, что с ним произошло, как ты относишься? Как он вышел из этой ситуации? Как тебе кажется, правильно или нет? Я не берусь оценивать ситуацию, скажу так, что моя философия, позиция такая, что в любой стране, в любое время там все примерно одинаково. Возможности и риски. То есть чем больше возможностей, тем больше риски. Все сбалансировано. Если ты в США, значит, более защищен, то там нет таких возможностей, которые есть в России. Там тяжелее конкурировать. Да, я понимаю. Но вот в ситуации с Чичваркиным, да, что у него произошло? У него забрали бизнес, да, и он уехал из страны. Ну, давайте говорить справедливо. Женя говорит, что его бизнес оценили не так, как могли, но он продал свой бизнес. Да. Он деньги получил. Он зарабатывал, получил капитал. Понятно, что он мог заработать и больше, но с другой стороны, и та возможность, чтобы построить такой 5000 салонов или там еще больше, да, за такое короткое время, дал наш рынок. Да. Это всегда, то есть, тут нельзя сказать, что все в какой-то степени сбалансировано. У тебя были какие-то сложности с органами, у тебя вызывали на допросы. Скажи, что ты почувствовал, когда впервые услышал свое имя рядом с историей о наркотиках? Слушай, я почувствовал абсурд, как будто я попал в роман Кавки. Это я почувствовал, знаешь, когда я, да, меня вызвали на допрос. Как это было? Ты сидишь в офисе, как это происходило? Смотри, значит, мне позвонил в середине декабря неизвестный мне человек мобильный и достаточно жестко начал требовать, чтобы я явился на допрос в ОВД Южно-Медведково по делу распространения наркотиков в наших пиццериях. Я сначала подумал, что это какая-то шутка, что меня разыгрывают, поэтому он говорил, вот когда мне друзья звонили и говорили там «прокуратура», то есть вот он говорил таким голосом. И это было, ну, не шутка, то есть он так говорит. И я ему сказал, что я достаточно занятой человек и я с удовольствием там отвечу на вопросы, если будет официальный запрос. И попросил меня, значит, прислать официальный запрос. Я позвонил нашему партнеру в Южно-Медведково и спросил, что случилось. Он говорит, да, слушай, да ничего не случилось, какая-то фигня. То есть наши сотрудники в туалете нашли какой-то сверток с каким-то порошком, с каким-то веществом. И вызвали полицию, все, значит, там описали. Наверное, просто, ну, как бы забей там, вот, ну, хотели всех опросить там, ничего страшного, значит. И я забыл про это. И потом мне звонят уже в конце января и говорят о том, что нужно, значит, явиться на допрос опять. Звонит уже девушка и точно так же она достаточно настойчиво, грубо со мной разговаривает. Я говорю, извините, я только по запросу готов к вам приехать. Она говорит, хорошо, если вы не приедете сами, мы привезем его в запрос, но привезем вас вместе с запросом потом. Значит, я понял тогда, что нужно... Она очень хочет, чтобы я туда пришел, вот прям очень хочет. Бывает же такое, что, ну, какие-то дела двигаются очень медленно. Тут прям очень хочет. Я понимаю, что мне нужно... Я посоветовался с нашим юристом, и мы решили, что нужен адвокат. Значит, адвокат говорит, надо ехать, потому что действительно, если ты сейчас не приедешь, они выпишут повестку, приедут, значит, оперативники и тебя отвезут. Ты не имеешь права в российской следственной системе свидетель не имеет права отказываться от дачи показаний. Значит, я приезжаю туда в ВД Медведкова с адвокатом. И вот тогда у меня, с того, как начала разговор следователь, у меня началось ощущение абсурда. Когда я зашел, он сказал, вы знаете, что возбуждено уголовное, как вот, ну, следственные говорят, возбуждено. Да. Вот возбуждено уголовное дело по статье. Добрый вселефти. Да, такое-то, значит, распространение наркотиков в особо крупных размерах, в ваших пицериях, в особо крупных. И она акцентирует, значит, с максимальной статьей пожизненное заключение. И дальше она говорит, поступило заявление от некой гражданки, значит, что вы распространяете в своей сети наркотики. Вообще вся сеть построена для того, чтобы, как прикрытие. И вы осуществляете с вашим партнером франшизи, значит, поставки из Латинской Америки. Она, я говорю, а что это за заявление? Она говорит, ну, некое анонимное заявление пришло по электронной почте. И я в это время вижу, у нее лежит это письмо, и там написано подпись человека, там вот это заявление. Я говорю, а как оно по электронной почте пришлось у вас с подписью? Она говорит, а, да, точно, я перепутал, его бросили на Петровке 38, в главное управление ГУВД, значит, в ящик. Там есть такой ящик для анонимных заявлений. Значит, я говорю, а вот, знаете, смотрю там, вы можете показать? Она мне показывает это письмо. Дальше весь допрос, следователь просто пытается выяснить мою связь с франшизи, насколько мы с ним дружим, когда я с ним познакомился, поздравляю ли его с днем рождения. И моя связь с этой пиццерией. Адвокат опытный, он понимает, что это все, очень все подозрительно, крайне. И после этого я решил, что нужно сделать этот кейс публичным. Я все рассказал, и случилась вот эта большая поддержка как раз социальных сетей, людей, сообщества, комьюнити в России, которое поддержало, и в целом это повлияло на то, что это дело для нас закончилось. А как поддержало, как ты это понял? Ну, одна из запись, запись об этой истории стала одной из самых, записи с самым большим количеством репостов вообще в фейсбуке российской. Около 14 тысяч репостов одной записи. Это огромная поддержка, огромное количество журналистов поддержало, предпринимателей, в том числе крупных. Публичные люди в фейсбуке писали лично. Смотри, на самом деле ситуация настолько абсурдная, что я уверен, что и в МВД люди подумали, что, ну, что это за этот. Потому что, ну, я, честно говоря, думал, что это какой-то вообще спектакль, потому что, ну, настолько глупо все это происходило, настолько как бы неумело. Потому что, смотри, вот, допустим, поступает некий запрос с женщиной, полиция делает все, чтобы привести меня на допрос, но не ищет этого человека, который написал. Ну, никто не искал. Слушай, ну, это очень странно, да? И что ты думаешь в итоге? Слушай, я столько раз... У нас нету реально, объективно, каких-то врагов. У нас конкуренты все это, это не, там, не знаю, не борьба за какой-то ресурс уникальный, типа, там, какая-то недвижимость дорогая или, там, вредительная вышка. Это сложный бизнес, и здесь надо бороться за клиентов. То есть ты до минус не подозреваешь? Да нет, это... Мы с ними, конечно, любим их патролить, но это современные, интеллигентные, там, менеджеры, крупная международная компания. Я на 200% уверен, что у них даже мысли нет так конкурировать. И что касается моих версий, она единственная, мне кажется, близкая, она следующая. Компания прозрачная, открытая, мы публикуем цифры. Мы говорим, там, выручка компании 6 миллиардов рублей, выручка сети. Но люди же не... Люди смотрят, большая компания. А давайте, собственно, ну, там, может быть, как-то заработаем. Может быть, можно будет что-то получить за то, чтобы, да, там, прекратить какие-то, да, там, истории не втягивать. Но была, мне кажется, очевидна недооценка вот этой силы интернета. Интернет меняет вообще мир, бизнес. И люди как раз из другой эпохи, они это совершенно недооценивают. Скажи, какие главные выводы ты для себя сделал после этой ситуации? Что ты точно больше делать не будешь? Любая кейс, любой, там, фейл, ошибка делает тебя сильнее, ты должен делать системные выводы. Физорический момент. Мы пришли не с пустыми руками к Федору Овчинникову, а принесли с собой вот эти вот четыре пиццы. И среди них есть одна дода, но есть еще три сомнительные пиццы и одна самая лучшая, наверное. И Федор тут сказал, что для него вообще, как я понимаю, нет вообще проблем в определении своей пиццы. Я надеюсь. Я еще не пробовал. Да, ну короче, смотрите, задание такое. Нужно будет с закрытыми глазами определить, какая из пицц это дода пицца. Давай, давай, завязывай глаза. Так, не подсматривать. Не, не, давайте вы проверьте. Все по-честному. Пицца дода? Пицца дода в крайней правой тарелке. Нюхать можно? Нюхать, конечно, можно, да. А как-то еще определишь? Не, не, я сейчас. Сейчас мы все прямо волнуем. Нам надо запомнить, где. Запомнили, где что? Да, подожди, да, да, да. Ага, все, запомнили. А у меня в склепках видится? Да, 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 все видят. Так. А где она вообще? Да, все, смотри, они сейчас спереди. Вот здесь, вот сейчас вот. Это раз. Два, три и четыре, четыре, четвертый слева. Давай, тебе нужно. Кстати, ребят, смотрите, здесь окно в Сыктывкаре. И там, ребята, на кухне в Сыктывкаре сейчас находятся. Да, а мы здесь дегустируем. Итак, первая, первая пицца. Так. Как думаешь, она нет? Нет, не надо. Да. Похоже на Тони? Все, все, подожди. Я уже все попробую сначала. Да, давай, давай. Это, конечно, очень опасное задание, ребята, потому что здесь все по чесноку. И так, барабанная дробь. Где вторая? Да, 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 да. Ну что, ребята, все, вот так есть? Да, красавчик. Вот это да. Вот что значит, ребята, работа над продуктом. Когда вглубь его копаешь с закрытыми глазами или с открытыми. Нет, на самом деле, короче, все чувствуется по тесту. Да? Угу. Ну это самая лучшая часть? Слушай, ну я могу сказать, какое худшее. Какое? Я угадал, да? Да, да, ты угадал. Я не облажался. Грозачек. На тебя, ребята, команда из Сыктывкара даже наблюдала. Да, ну а какое реально, вот в чем отличие? Кровь. Вот жирность, пицца-соус, вот тесто, то есть наше тесто немножко сладковатое, здесь вот тесто пресное, здесь сухое слишком тесто, здесь тоже сухое тесто. Ну, кстати, наше тесто здесь, ну, сейчас в лаборатории сделали, но должно быть лучше. Угу. Вот это не этот. То есть это не самая лучшая версия, не последняя. Да, не лучшая версия теста. Да, мы, кстати, заказывали еще одну пиццу одной известной компании, но она долго едет, вот она не приехала, так все. Так, так, здесь только те, кто приехал. Видишь, вот смотри, сравни пепперони. Да. Вот видишь, пепперони, да, как бы она такая сухая. Это вообще сервелат, а не пепперони на самом деле. Вот это, вот это пепперони. Вот это тоже, кстати, пепперони. Это, это пепперони, это пепперони. Вот это похоже, вот это похоже на пепперони, вот это сервелат, а вот это меньше похоже на пепперони. А, кстати, какая вообще твоя любимая пицца? Пепперони или нет? Слушайте, пепперони это классика, то есть это очень простой вкус сочетание томатного соуса вот этой острой колбасы пепперони жирно немножко жирный сыра то есть это прям классический вкус он завивал мир то есть одна самих популярных пицц в мире это самая популярная пицца в америке маргарита мире самая популярна я думаю пепперони то есть вот в каждом меню каждой пиццерии можно встретить пепперони это как не знаю там как чизбургер вкус который покорил мир моя самая любимая на самом деле в меню сейчас это сырное четыре сыра попробую вот как-нибудь она прям ресторанного качества что очень качественный сыр квадро формат чей да я люблю кстати и и виталий заказы попробуй у нас напиши потом да ребят я обязательно попробую в комментариях тоже напишу вот ну чё красавчик выбрал свою поехали олег что такое твой продукт можешь объяснить недвижимость приносящая стабильный доход на протяжении 10 лет гарантированно почему это мне нужно как инвестор потому что эта стабильность которая будет тебя и через 10 лет а почему я должен переверить у нас 79 построенных объектов 9 лет опыта олег только честно были ли у компании какие-то проблемы и готов ли ты к юридическим проверкам да конечно проблемы были мы как-то неудачно купили земель землю то есть слишком дорого ну был неудачный опыт юридическим проверкам бухгалтерия в королевстве полностью прозрачная то есть минимальные такс налоги поэтому не ворс таиланд с иностранной компанией за естественно конечно вообще какие страны в этой совету давай топ-1 камбоджа цены крыль развивающийся курорт максимальный рост будет еще не 50 лет максимальный рост это сколько я думаю 150-200 процентов за какой период 10 лет это сейчас ты называешь какую-то форекс рублевую валютную конечно только валютную ну то есть это в любом случае долгосрочная инвестиция или там возможно какие-то на 2-3 года с перепродажей у нас есть предложение по обратному выкупу вы можете купить например у нас квартиру и через три года мы вернем вам деньги выкупим ее обратно заходности 10 процентов 10 процентов годовых то есть есть проекты которые мы точно знаем что мы эту квартиру продадим через три года дороже понимание какой чек инвестирования 93 тысячи долларов камбоджа 96 это пхукет ну окей допустим я его купил дальше что то там за ним следить какие вообще риски для меня гарантии риски вас нулевые практически то есть наша компания строится мы управляет сама заселяет сама то есть мы экономим на всех этапах мы не используем посредников при строительстве мы не нанимаем управляющей компанией на свою компанию у нас своя туристическая компания которая организует поток на заселение под рим сколько у вас кейсов уже таких есть которые вы можете показать порядка 60 это за какой срок девять лет за девять лет то есть инвесторы которые с вами уже работали вы можете там указы предоставить нет нет 60 60 это построенных объектов это построенный объект это здание до 50 70 квартир продаж тысячи вот эти цифры вы каким образом можете подтвердить через отзывы ну наши партнеры если для понимания это крупные туристические компании то есть мы отдаем в рент здание целиком или блоки квартир то есть это пегас это аннекс тур это библио глобус это компания саяма так вопрос от меня сколько стоит килограмм бананов килограмм банан мне жена покупать за счет чего обеспечивается десятипроцентная валютная доходность но первое что нужно понимать азия это не россия да как я люблю свою родину то есть минимальный такс налог минимум сколько но практически 3-4 процента компания оплачивает с круга то есть за счет этого можем позволить себе выплачивать дивиденды круглый год поток туристов это инфраструктура которая создана нашей компанией во всех наших зданиях то есть это обменный пункт и валют это прачечные это массажные салоны это бары рестораны где мы получаем дополнительный доход с туристов но примерно капитализация на сколько растет есть официальные данные до 37 процентов в год он играет если я захотел туда приехать отдохнуть вы можете пользоваться программой лояльности 20 процентов скидка ваша квартира будет сдана мы не можем мы не можем подстраиваться под каждого клиента мы сдаем блоками домами то есть бронь брони идут на полгода на год на на два года вперед ну окей а тогда как наши отношения приходите к нам мы подбираем квартиру вносите депозит контракт отправляется сюда вы подписываете один контракт отправляется обратно один остается у вас выйдете в банк оплачиваете свой контракт пожалуйста получаете на следующий месяц доход я и и налоги там мы оплачиваем за вас полностью то есть если вы будете отчитываться в россии то вы должны заплатить 13 процентов по доходному есть закон о двойном налогообложении то есть мы можем предоставить в расправку то что мы оплатили часть налогов за вас это будет вычет из ваших 13 процентов порядка 4 или 5 точно не помню все ребята раунд раунд короче ну что давай стопроцентную убежденность оцени сам ты знаешь я из опыта своего могу сказать что я никогда поспешных решений не принимаю да то есть нужно все посмотреть проанализировать почитать в общих чертах интересная интересная история три главных плюс как самый главный плюс это валютная доходность во-вторых соответственно иметь недвижимость в таиланде иметь возможность отдыхать им это интересно ну и третье это все-таки относится консервативным инвестициям наши там сложная кризисное штормовое время это такая недвижимость это тихая гавань вот для денег а соответственно если это недвижимость дает валютную доходность как вам понравилось это пятиминутка или нет если понравилось то пишите комментарии мы будем продолжать такую рубрику олег документы валеры предоставится ну отлично ребята отправят все вам информацию полностью все презентации я послезавтра буду в таиланде поэтому могу в реальном времени все отснять и показать отправить живую выйти все увидеть также можете прилететь к нам я сам вас встречу и лично покажу скажи сколько тебе еще писем приходит в день в месяц в разные мессенджеры смотри писем приходит много мой e-mail висит во всех пиццериях и мне можно писать любой клиент и это мощнейший канал для того чтобы не потерять связь с рынком для того чтобы не потерять связь с клиентами если тебе пишут что там что-то плохо там пишут там не знаю ваша пицца говно там да ты получаешь такой эмоциональный сигнал который тебя заставляет идти там горит парни нашли tysа говно надо срочно там что-то меня это надо что-то этот это это очень важно потому что можно оторваться чтобы там продавать bentley нужно чувствовать людей которые покупают данки а чтобы продавать пиццу нужно чувствовать людей которые покупают пиццу это простые люди я сам доставляю пиццу и я понимаю что это может оказать там не знаю бедная семья для которых там заказ пиццы в В пятницу это подарок ребенку, и можно заказать достаточно обеспеченные люди, которые не хотят готовить. И это и те, и те наши клиенты, их нужно чувствовать. А какие самые жесткие были факапы? Вот у меня, например, я помню, мне написал парень, он говорит, Сергей, спасибо, мне приехал плед с рукавами, только он без рукавов. Какие у тебя были такие моменты смешные? Заказывает наш потенциальный инвестор пиццу, ему привозят через 2,5 часа что-то холодное, вот именно ему. Скажи, что может заставить тебя бросить пиццу? Только я пойму, что я как SEO уже неэффективен, когда я пойму внутренне, что я перестал получать кайф, тогда, наверное, я, соизмерив ответственность, найду преемника. Всем привет, я прилетел в Таиланд, после месяца в Москве радует тепло, солнце, для марта, наверное, даже жарковато немного. Я вас познакомлю с прекрасным человеком, зовут вас Сергей, он отвечает нашей компанией за весь русскоязычный рынок. Добрый день, меня зовут Сергей, я буду сопровождать все ваши сделки здесь, на территории Таиланда. Прежде всего, хотел бы отметить, что мы являемся крупнейшей компанией в Юго-Восточной Азии, которая, в принципе, предоставляет такую возможность заработка. То есть, это инвестиции, это пассивный доход с аренды. Дело в том, что мы сами занимаемся строительством, то есть, у нас есть все ресурсы для того, чтобы осуществлять абсолютно все работы. В дальнейшем, после того, когда мы достроили комплекс, мы сами же управляем им. То есть, у нас своя управляющая компания, которая насчитывает несколько тысяч работников. И впоследствии мы сами же сдаем наш продукт в аренду. Дело в том, что у нас 5 своих туристических операторов, у нас заключены долгосрочные договора с российскими, малазийскими, китайскими, сингапурскими операторами. То есть, по факту, получается следующее. Инвестор приобретает квартиру, отдает нам ее в управление, и мы уже сами ее заселяем. То есть, нет никакой совершенно головной боли, когда заедут люди, когда выйдут, как сделать уборку, обслужить квартиру и так далее. То есть, мы все заморочки вот эти берем на себя. Таким образом, люди получают чистый гарантированный доход, то, к чему на сегодняшний день стремится, наверное, большинство бизнесменов, именно выйти на пассивный гарантированный доход. И в конце еще замечу, наш доход вы получаете в валюте, в твердой валюте, которая совершенно не подвержена инфляции, которая остается неизменной на протяжении уже многих и многих лет. Поэтому сейчас мы допьем кофе и, собственно, покажу, как это все выглядит воочию. Смотрите, мы с вами находимся в квартире одного из наших покупателей. То есть, он ее купил, а впоследствии просто передал нам в управление. И здесь сразу есть несколько очень важных моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Во-первых, квартира полностью оборудована. Мебель, бытовая техника, шторы, постельное белье, кондиционеры, посуда. То есть, есть абсолютно все для комфортного отдыха. Поэтому покупатель полностью избавлен от проблемы, где это купить, как доставить, как привезти, как все это обслуживать. Есть еще второй очень важный момент. Покупатель совершенно не задумывается о том, как заселить сюда туристов. Где их взять? Потому что все эти обязанности мы берем на себя. Таким образом, вот данный объект приносит вам пассивный доход, о котором мы так часто говорим. Специально для всех зрителей канала Сергея Косенко, которые станут нашими клиентами, мы дарим бесплатный авиаперелет Москва-Бангкок-Москва и недельное проживание здесь у нас в Паттайе. Всем пока! До встречи! Отлично! Я принес книжечку, она поменьше, но она реально крутая. Это такие вот цитаты Орена Баффи. Эта книжка составлена при участии его дочки. Вот, значит, какие тут есть вещи, допустим, одна из фраз, которая мне очень понравилась. Нельзя заключить хорошую сделку с плохим человеком. Ну, и, собственно, дальше объясняется, как из, в каком контексте это Баффи сказал, значит, какой-то кейс. Но она означает то, что если человек, ценности у вас с этим человеком не совпадают, то эта сделка будет непрочной. Вот эта кепочка, да, очень креативная, называется она ДОДОДОБРО, ДОДОБРО. Вот, собственно, эксклюзивная, эксклюзивный кипарик. Йоу, смотрите, можно, там существует несколько вариантов, то есть можно вот так одевать, да? Можете вот так. И есть еще третий вариант, но он самый такой дерзкий, такой. Вот, я помню, я в детстве... У нас такой ускульный вариант. Да, это ускульный, я в детстве. Джейбол, молчили. Я, короче, как сделал, я, значит, у меня была длинная челка, вот, и, и вот, ну, так вот было модно в эту дырку вставлять челку, но она у меня вот сюда отходила до глаз. Знаете, что я сделал? Похож на чувака из фильма «Джеймолчаливый воп». Вот, я знаю, да, да, да. Не, знаете, что я сделал в этот момент? Представьте, у меня была вот такая длинная челка, короче, я ее обрезал вот здесь. И потом, когда я снял кепку, оказалось, что здесь-то остались длинные волосы. Вот, у меня была вот такая, вот такая история интересная. Да, ребята, короче, кепка, кепка и книга, да, у Уоррена Баффета отправятся тому из вас, кто... Давайте напишите в комментарии одну самую... Вот мне очень нравится, когда люди анализируют то, что происходит, да, вот они смотрят, не просто посмотрели и забыли, а хоть что-то, ну, для себя вот... Мы запомнили какие-то мысли, проанализировали и написали внизу. Поэтому давайте одна самая важная мысль из этого интервью, пишите в комментарии, и мы выберем случайным образом одного человека и подарим его и кепку, и книгу. Федор, спасибо, это было офигенско. Короче, друзья, мы договорились с Пашей, Паша менеджер. Оказалось, что это все R&D... R&D лаборатория. Лаборатория, что значит R&D? Это дело разработки новых рецептов, разработка ингредиентов для пиццы непосредственно. И в целом разработка всего в нашем бизнесе ключевого продукта. Офигенно. Ну давай, рассказывай, что вы за последнее время тут разработали. Давай, самый какой-нибудь супер чит-код, лайфхак или что самое вкусное есть. Самое вкусное. Я скажу о последнем продукте. Мы запустили мастхэв пиццу 4 сыра. Да. О, а не Федя говорил, что он больше всего ее любит. Да, мы сделали слепые тестирования, в которых мы, конечно же, их выиграли. Нашу пиццу оценили клиенты по вкусу. И она реально крутая. Покажи, что это ингредиенты, из которых создается опытный образец, да? Да, здесь мы заказываем каждую неделю тесто. Здесь это холодильник общий, то есть он для фотолаборатории также и для нашего лаборатории разработки. Потому что все наши продукты, которые мы видим на сайте, мы видим приложение, они отфотографированы у нас в фотолаборатории. Здесь в этом холодильнике в основном тестовые ингредиенты, то есть здесь, допустим, белый соус, концепты белого соуса. А это что такое? Это тоже белый соус, варианты исполнения. Это концепт уже очищенного чеснока, чтобы не нагружать кухню, чистка чеснока. Окей. Я тут увидел. А вот это можно есть? Это съедобно? Да, конечно. Можешь попробовать. Это мы разрабатываем дублирующий ингредиент цыпленка. Что это значит? Ну, то есть у нас есть разработанный ингредиент, в данном случае это топинг из курицы, и мы его дорабатываем, плюс мы набираем определенную базу поставщиков, которые могут делать аналогичный продукт с идентичным качеством и вкусом. То есть это разные поставщики курицы, да? Не понравится? Нет, сегодня к нам приходил один из поставщиков, он предлагал нам разные варианты маринада куриного, разные варианты нарезки куриного топинга. Здесь также стоит банк тунца, потому что мы думаем концепт, возможно… Тунец или курица? С тунцом? Нет, отдельно. Мы сегодня также разрабатывали концепт. В РНД лаборатории именно в плане разработки продукта в среднем активных проектов около 10-15. То есть вы параллельно делаете рецепты 10 пицц и выбираете ингредиенты? Разных продуктов. Это либо ингредиент… Ты любишь поесть? Пицца соус, сэр моцарелла. Но за последние полгода, да, я набрал килограмм пять. Реально? Да, постоянно ешь тут? В среднем. Нет, ты не просто ешь, конечно. В основном ты тестируешь концепты. Мы не едим. Мы тестируем. Мы тестируем. Нормально, это курица, да? Вы рюмками, да? Да, это наши мерные единицы в данном случае выступают. Подожди, вот это вот вам, как я понимаю, все предстоит съесть? Да? Здесь наши стоковые ингредиенты, то, что сейчас поставляется в сеть. Да. Это бекон слайсовый, топпинг из курицы уже, тортильи. Давай посмотрим. Гвяжий. Вот, смотри, например, креветки, да? Вот есть тут бренд, не будем его показывать. И, соответственно, вы выбрали из всех брендов, выбрали именно этот, да? И только у него закупаются, правильно? Да, сейчас, да, через единого логиста. Потому что, например, креветки, есть северная креветка, есть южная креветка, есть разный калибр 200-300, 100 на 200. Есть креветка с грязным кишечником, можем назвать ее, да? С грязным. То есть там очень много нюансов. У нас креветки с грязными кишечниками не интересуют. Все верно. Да, короче, я понял, в общем, вы отсюда выезжают вот эти образцы пиццы, а Федор потом приходит сюда и дегустирует? Или как это происходит? Нет, процесс разработки сейчас составляет около, как минимум, двух-трех месяцев именно разработки продукта. Все идет от продуктового маркетинга, идет запрос, идет определенный бриф на продукт. Мы разрабатываем продукт. В течение разработки мы делаем несколько итераций. Мы встречаемся в команде отдела продукт. Мы, грубо говоря, делаем эксперты. Параллельно делаем какие-то безумные вещи. Встреча экспертов, чтобы определиться со вкусом пиццы, отвечает ли этот вкус брифингу. Далее мы делаем слепые тестирования, допустим, если это улучшение текущего… Это вот то, что завязываются глаза и просто люди едят? Или просто не знают, что это… Да, если это два концепта… Мы сравниваем старые, но у нас отдельно есть сотрудник, команда, которая занимается только слепыми тестированиями. Это разработка анкеты. У него такой живот должен быть отдельный сотрудник, который занимается слепыми тестированиями. Это не отдельно. Люди, которые тестируют наши продукты, это наши клиенты. Да. Не обязательно, что это должны быть… Прожор слепых. Именно наши клиенты Dodo. Да, я понял. Ну, то есть, в целом, короче, ребята, в общем, я понял, что мы забрались в самое сердце, в самое сердце Dodo. И если здесь, я правильно понимаю, что если пицца здесь не будет одобрена, то она никогда никуда не пойдет? Все верно. Ты вообще главный человек компании получается. Я продуктованер именно продукта, который мы создаем. Да. Йоу. Короче, ребята, погружение в продукт всегда дает очень сильный результат. Если у вас есть вот такая… Представляете себе, да, разработка… Как обычно делается разработка пиццы в городе, в котором, я не знаю, там… Ты открываешь первую пиццерию. Вы себе представляете это как? Я вам расскажу. Примерно просто люди берут первую попавшуюся колбасу там и так далее, и вот тебе получилась пицца. Если ты погружаешься и делаешь… Семь лет ты готовишь пиццу, то в итоге получаются крутые результаты. Поэтому делайте то, что вы любите делать, только это вы сможете делать глубоко и погружаться, погружаться, погружаться. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok